Друзья, всем привет! Продолжаю сборку вертолёта Ми-24 от компании «Звезда». Значит, что было сделано? Покрасил я Нурсы, перевёл на них декали и сделал смывку, но смывку ещё не затёр. То есть, сейчас она у меня пока высыхает, сейчас она у меня подсохнет и я её уже приведу в божеский вид. Пока что вот в таком вот виде. Вот это что касаемо Нурсов. Так же сделал Птурсы, Птурсы я ещё плюс доработал. Значит, вот у Нурсы также сделана смывка, но ещё не затёрта. Сейчас подсохнет. Значит, были переведены вот такие вот полосочки и вот беленькие надписи. вот как на фотографии. Фирма-производитель не давала на них декали, но я посмотрел фотографии и решил самостоятельно доработать это дело. На мой взгляд, получилось довольно таки неплохо. Сейчас я ещё смывку затру, лишнее поубираю и оно должно хорошо быть видно. Долго думал, в какой цвет красить вот эти колпачки. Смотрел тоже уйму фотографий. Где-то они в цвет хаки, в цвет самого Птурса, самого вот этого вот цилиндра. Где-то они середина красная, ободок синий. Где-то жёлтые. В общем, думал-думал, решил покрасить чёрный цвет. Потому что делаю вертолёт с привязкой к оригинальному. То есть, вертолёт, который реально воевал в Афганистане, но все фотографии по этому вертолёту чёрно-белые. И понять что-то там довольно таки сложно. И довольно таки немного этих фотографий, кстати. Так, это по Нурсам, точнее по Птурсам. Вот. Что ещё? Какая у меня задумка? Значит, вот лопасть винта несущего вырезал я вот здесь вот на законцовке контурный огонь. И вот, не знаю, камера передаст, это не передаст. Видно, не видно. По-моему, видно. Сделал стекляшечку. Ну, сымитировал контурный огонь. Но это пока что временно. Я её буду убирать. Я сначала всё покрашу, потом буду стекляшку делать. Сделал я её вот из этого средства. Micro Crystal Clear. Вот, когда она застывает, становится вот такой вот. То есть, это я временно, как эксперимент провёл. Сейчас я её уберу. Потом внутри серебряночкой покрашу. И ещё разочек повторно сделаю. Вот, сделаю я это на четырёх лопастях. Здесь я просто пока повырезал. Ничего не делал. Вот, у меня осталась одна лопасть. Сейчас я вырежу оставшуюся, которая у меня ещё не вырезана. Ну, что касаемо лопастей несущего винта, у меня есть претензия к фирме «Звезда». Сейчас я вот вырежу и объясню, в чём заключается моя претензия. Так, сейчас могу вкратце объяснить, а потом всё это показать. Значит, у меня есть три модели. Вертолёта Ми-24, это Ми-24А, Ми-24ВВП, собственно, которые я собираю. И Ми-35. Значит, посмотрел я, обратил сразу внимание, что вот лопасть. Что нам производитель даёт? Один, два, три. Три маленькие декальки. В то самое время, как на инструкции Ми-24А на каждую секцию лопасти идёт номерочек. И также на Ми-35 то же самое. Вопрос. Звезда, вам что, тяжело сделать декали по образу и подобию, как вы делаете на другие вертолёты? И где прикажете брать эти номерочки? Я это, конечно, возьму от модели вертолёта Ми-24А, но потом, где мне брать эти декали на вертолёт Ми-24А? Покупать ещё одну модель как-то тоже не совсем серьёзно. Она не 20 рублей стоит ради номерков покупать. Так что вот такая вот претензия у меня к фирме-производителю. Так, всё вырезал я. Пятый контурный огонь. Сейчас этот имитацию стекляшки я тоже уберу отсюда. Её проще потом ещё раз сделать, чем её замаскировать. Пробно было. Не получится, не получится. Всё. Вытверяем. Так, по фюзеляжу пока я ничего не делал. У меня сейчас параллельно идёт ещё один проектик, если его можно так назвать. такой не совсем в формате моего канала. То есть, не стендовая модель. Скажу так, это модель, но не стендовая. О которой я вам чуть позже и расскажу, и покажу. Пока что показывать особо нечего. Чуть позже сделаю видео и вы всё сами увидите. Оставлю небольшую интрижку. Соответственно, из-за этого особо времени не было заниматься вертолётом. Вот так понемножечку сидел, собирал. Такие нурсы-турсы. Всё, пускай это сохнет у нас. Так, что я ещё хочу сделать? Значит, как видно на фотографии, на вот этих ЭВУ блоках, точнее экранно-выхлопных устройствах, есть насечки на торце. Насечки я хочу сейчас соритировать. Соритировать я их буду... Пожалуй, есть. Вот этой вот штучкой. Вот этот вот скрабер самодельный. Вот этим вот скрабером сейчас мы сымитируем вот эти вот точечки-отверстия. Главное, не переборщить с усилием. Потому что стенка здесь относительно тонкая. Можно порвать пластик. Конечно, ничего криминального в этом не будет, но неприятная лишняя работа. Сейчас я вот это вот сделаю насечки вот такие вот. И после возьму, не знаю, наверное, иголку от шприца. и немножечко их расширю. Сверлышко, если даже 0.33, самая маленькая, которая у меня есть, оно все равно толстовато будет. Сейчас берем гордого шприца. И прям чуть-чуть развальцовываем вот таким вот образом. Делаем из плоских насечек круглые. После покраски вот здесь я сделаю копоть пигментом. Ну, покрашу черный цвет и пигментом копоть. А потом поверх светло-серой смывкой выделим. Я думаю, будет хорошо смотреться. Придаст жизни этой детали. Вот что получилось. Особо не видно пока не выделишь смывкой все это дело. Второе экранно-выхлопное устройство я уже не буду делать не на камеру. Довольно-таки долгий процесс. Так что пока прерываемся. Как сделаю, покажу. Ребят, прорезал я еще на втором экранно-выхлопном устройстве. Сделал такие вот насечки. Ну и в принципе осталось их только покрасить. Так, уже эти устройства готовы. Что хочу дальше сделать? Дальше будем делать вот этот вот пулемет. Я его покрасил. Затер пигментом вороненая сталь. Так, но вот это вот место, оно красится в голубой цвет. В цвет днища вертолета. А вот здесь вот внутренняя часть. По фотографии хорошо видно, что она зеленая. Сейчас займемся покраской вот этой вот детали. и не знаю, я пытался ковырять, но что-то у меня не очень получилось. Хотел стволы немножечко обозначить. Отверстия в стволах. Что-то у меня как-то не очень все это дело получается. Я уже не знаю, стоит или не стоит ковырять их. В общем, пока оставлю так, а там посмотрим. Так, сейчас надо подобрать цвет. Вот, наверное, вот такой вот flat green подойдет. Более-менее похож. Сейчас покрасим. Красить буду кисточкой. Объем маленький. Из-за этого пачкать аэрограф не буду. Так, покрасил я внутреннюю часть этого вот обтекателя. И сам пулемет с внутренней части. С внутренней стороны, точнее. А здесь уже будем красить в цвет днище, когда буду красить непосредственно сам мерталь. Сейчас я смывку на нурсах смою. Все лишнее. Посмотрю, что у нас тут получится. Вот что получилось. Сейчас я покрашу пилоны. Вот эти вот части. Красятся они в алюминий. Такого же цвета, как само вооружение. Покрашу и замаскирую. Приклею маски для дальнейшей покраски. Ребята, решил я собрать несущие. Винт. Не буду я его отдельно выкрашивать. Вот я начал вот эту втулку выкрашивать. Соберу я его в одно целое. А потом уже по месту буду выкрашивать все отдельные вот эти элементы. Схема раскраски, конечно, такая довольно-таки сложная. Используется очень много цветов. Вот это буду уже по месту все выкрашивать. Сейчас я пока вот эти тяги автоматоперекоса приклею. Приклею вот эту втулку. Единственное, вот это вот, я не знаю, что это такое, вот колпачок сверху. Его я не буду приклеивать. Его я пока отложу в сторонку. Вот сейчас все это я приклею. Загрунтую винт. А, также еще тут идут отравленные детали на него. Сейчас я покажу. Вот такие вот трубочки. Ну, я не знаю, либо я буду их использовать, либо я буду использовать проволоку. В принципе, эти нормальные. Нету такого эффекта, что они какие-то плоские. Я думаю, после покраски, грунтовки и покраски, довольно-таки нормально должно получиться. Наверное, их я и оставлю. Их приклею. Вот. Ну, а пока что клеим вот эти тяги автоматоперекоса. Приклеил я тяги автоматоперекоса винта и просверлил. Вот здесь вот так взял иголку обычную по шприцам. И развальцевал вот эти вот, вот здесь вот отверстия сделал. Забыл я это сделать до момента приклейки. Во постель. К этому всему механизму. Было не совсем удобно подлазить. Вот. И все-таки я решил, наверное, делать не весь фото правление. Вот эти трубочки. Он взял какую-то медную проволоку. Так, диаметром 0,38. Так. В общем, 0,4 миллиметра. Я ее просто еще немножечко наждачкой прошелся по ней. На газовой плите обжег. И наждачкой прошелся. 0,4 миллиметра диаметр вот этой вот медной проволоки. Сейчас я буду их вот сюда вот вклеивать. Вот эти вот отверстия вставлять. И уже буду прокладывать их вот здесь, вот как на фотографии. Также еще вот здесь, вот в этой вот втулке. Присверлил также пять отверстий. Туда я буду второй конец проволоки заводить. По фотографии видно, что они идут... Ну, не совсем понятно там по фотографии вот сколько искал. Вот этот вот колпачок вот поддевается. И они вроде как под него идут. Ну, я вот просверлил вот отверстия. Не знаю, видно будет или нет. Вряд ли видно. То есть, получается, они практически под колпачком. Сейчас займемся приклеиванием вот этой вот проволоки. Так, буду отрезать с запасом. Потому что здесь оно будет вот так вот располагаться. Вот здесь он будет фиксироваться. На этом вот выступе. Сюда вот подклеим. Вот так вот пойдет. Опять изгибчик небольшой. И вот в это отверстие будет заходить. Пока отрезаю с запасом. Там уже будем подрезать. И reserve. Спасибо. Продолжение следует... 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 так сделал я вот эти вот трубочки сейчас я их подклею супер клеем и пойду за грунтую и после мы продолжим вот несущий винт я загрунтовал сейчас он у меня высохнет и продолжим работу по несущему винту а сейчас наверное я возьму рулевой винт и начну его потихонечку красить так что нам говорит инструкция как его красить значит производитель модели неудобная неудобная Продолжение следует... 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 Мне кажется, на сегодня хватит, с продолжением постараюсь не затягивать, но что-то еще не на камеру здесь поделаю, может быть как раз покрашу рулевой винт не на камеру. Так, что еще, несущий винт у меня сохнет, может быть по несущему винту что-то сделаю. Ну, я думаю, в следующую серию мы уже поработаем непосредственно с самим фюзеляжем, уже пора готовить его к покраске. И может быть даже в следующей серии начнем его красить. Ну, на этом я заканчиваю. Кому понравилось ставим лайки, кому не понравилось ставим дизлайки. Кто не подписан на мой канал подписывайтесь, комментируйте. всегда очень интересно читать ваше мнение, может быть какие-то советы, может что-то подскажете. Всегда рад данным комментариям. Все, ребят, всем спасибо за внимание, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова